Бесплатные путевки в санаторий для большего числа окружных детей. Соответствующие поправки в региональный закон рассмотрели депутаты окружного собрания. Совместная работа. Мэрия предложила студентам-дизайнерам сотрудничество в благоустройстве города. В частности, речь идет о благоустройстве пустыря в центре Наринмара. Робот, ухаживающий за животными в зоопарке. Школьники Ненецкого округа создают искусственный интеллект. Об успехах юных веб-мастеров расскажет Любовь Пермякова. По зимнику на мотоцикле. До Наринмара планируют добраться путешественники с Кирова. О подготовке к длинному пути расскажем в выпуске. Здравствуйте в студии Иван Никонов. Окружные депутаты рассмотрели доработанный проект закона о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком округе, который был принят в первом чтении на февральской сессии. Речь идет о возврате права на оздоровление за счет окружного бюджета детям, имеющим вторую группу здоровья, а также увеличении возраста детей с третьей, четвертой и пятой группами здоровья, имеющих право на получение бесплатных путевок для лечения. Для детей, имеющих вторую группу здоровья, предусматривается два варианта на выбор. Предоставление один раз в два года бесплатных путевок в составе организованных групп в возрасте от 13 до 15 лет или предоставление один раз в три года компенсации расходов по приобретению путевок для лечения детей в возрасте от 4 до 15 лет с одним из родителей или родственникам. Увеличивается возраст детей от 4 до 15 лет, имеющих четвертую и пятую группы здоровья и нуждающихся в санаторно-курортном лечении, которым будет предоставляться бесплатные путевки один раз в два года. Также увеличивается возраст детей с третьей группой здоровья для получения бесплатных путевок. Проектом также предусмотрена возможность авансирования расходов на приобретение путевок. На очередной сессии регионального парламента, которая состоится 7 марта, эти поправки будут приняты во втором окончательном чтении. Мэрия окружной столицы пригласила будущих дизайнеров к сотрудничеству в рамках благоустройства города. Встреча со студентами профильных курсов дизайна и графический дизайн Наринмарского социально-гуманитарного колледжа и первого заместителя главы города Андрея Бережнова прошла в здании учебного заведения. Речь шла о создании комфортной городской среды в Наринмаре в рамках приоритетного федерального проекта, а также других проектах мэрии по данному направлению, в том числе об участии Наринмара во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города». За период участия в проекте о формировании комфортной городской среды от жителей столицы поступило 122 предложения по благоустройству. 11 предложенных территорий участвовали в рейтинговом голосовании в прошлом году. Как отметил первый заместитель главы Наринмара Андрей Бережной, приоритеты благоустройства напрямую зависят от инициатив и идей самих граждан, которые отражаются в рейтинговых голосованиях и общественных обсуждениях. Как видите, в 2019 году проголосовало 4258 человек. Если взять количество взрослого населения, то практически почти 30% людей, которые могут голосовать, не участвовали в этом рейтинге голосования. То есть это на самом деле здорово, это понятно, что люди хотят, чтобы было лучше, людям интересно. Мы пытаемся максимально предоставить вместе с другом. Это возможно, чтобы потом почему-то и показать, что это не пустые слова, а реальные дела, которые можно подъявить воочию. Также в ходе встречи речь шла об участии Наринмара во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города». Наринмар будет представлен проектом благоустройства сквера на участке пересечения улиц Смедовича и Победы. Сейчас на этом месте пустырь, в центре которого расположен действующий спортзал одной из окружных школ. Как пояснил Андрей Бережной, реализация проекта станет возможной при условии победы во Всероссийском конкурсе. В случае участия и победы в конкурсе, федерация, это не деньги округа, федерация может выделить до 80 миллионов рублей на реализацию какого-то проекта, который прошел конкурсный отбор, а победил именно на благоустройстве, не на строительство, на благоустройстве. Как рассказал Андрей Бережной, в проекте сквера запланировано несколько функциональных зон для отдыха и проведения досуга молодежи, не рассчитанных на массовость. Архитектурной доминантой проекта станет арт-объект, прикрывающий сегодняшнюю коробку спортзала. Архитекторы выбрали образ рыбы, как один из символов Наринмара, отраженный в том числе на гербе города. Это всего лишь один из элементов этой территории. Территория крайне насыщенная. Она крайне насыщена будет светом, зонами пешеходными, зонами отдыха, зонами, где могут собираться люди, конструкциями, где могут, как я говорил уже, внутри собираться люди, зонами, где можно будет проводить торжества, концерты на открытой площадке. По словам первого заместителя мэра, найдется место в новой благоустроенной зоне и для малых архитектурных форм, в том числе по эскизам горожан, в первую очередь начинающих дизайнеров. В свою очередь в ходе разговора будущие дизайнеры отметили, что готовы принести свои наработки в ближайшее время. Мне кажется, что с сегодняшней встречей город будет больше как для молодежи, для досуга, чтобы можно было где-то проводить. Вот действительно затронули такую проблему, что ребята, подростки, по магазинам, по подъездам бегают, ну, все ходят, это действительно и мешает, и тем, кто живет, жителям, и, ну, и, в принципе, и как мне, это тоже мешает. Я иногда вижу вот эту молодежь, они кричат, голодят. Это было бы очень интересно, я бы сама хотела посидеть вот в таком, в каком-то центре. Также на территории благоустроенного сквера планируется расположить этнографический музейный дворик с чумами, то есть место для уличных экспозиций Ниньского краеведческого музея, уличную мини-сцену, купольную конструкцию с универсальной площадкой для организации мероприятий и торговой площади. Александр Литкова, Леонид Шишевов, Телеканал Север. В Москве в офисе экспертного центра «Пора» обсудили проблемы и перспективы реализации реформы системы управления твердыми коммунальными отходами на удаленных и труднодоступных территориях арктической зоны. Модератором дискуссионного клуба выступил эксперт проектного офиса «Развитие Арктики» Александр Воротников. Открывая заседание, он отметил, что подходит к концу второй месяц реализации мусорной реформы в регионах России. Но ситуация со сбором и вывозом мусора и даже стоимость этой услуги в разных регионах заметно отличается. В стране запущен национальный проект «Экология». Начат реализация стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года. Однако до сих пор в реформе много проблем и вопросов, которые не нашли конкретного решения. Ну, понимаете, там вообще она все очень правильно намечена. То есть нужно делать то, что делается. Но еще много моментов в этой реформе не прописано, не учтено. Эти вопросы, в общем-то, встают. Ну, самый, скажем, простой вопрос – это, скажем, мусор вывозит слабая инфраструктура. Где-то дороги плохие, где-то мостов нет, которые технику не удерживают. То есть необходимо развить дорожные сети, дорожную инфраструктуру для транспортировки, скажем, этого мусора. Другой очень важный вопрос, да, вот, скажем, удаленная региона, да, как там быть? Вот проблема хранения, проблема утилизации на месте. По словам Александра Воротникова, оптимальное решение всех этих вопросов станет создание стратегии реформирования системы обращения твердых коммунальных отходов в стране. Эксперты, посетившие новую землю, пришли к выводу, что на Архипелаге необходимо создать медвежий патруль, чтобы в будущем сократить число конфликтных встреч человека с хозяином Арктики белым медведем. Специалисты Всемирного фонда дикой природы России обладают большим опытом успешной работы в разных районах Арктики и готовы поддержать эти инициативы. На Архипелаге эксперты совместно с представителями муниципальной администрации и воинской части провели учет белых медведей вокруг поселка, осмотрели места временного накопления отходов, познакомились с действующей системой обнаружения белых медведей, оповещения населения и вытеснения хищников подальше от домов. Эксперты полагают, что состояние мест временного накопления твердых коммунальных отходов, особенно пищевых, часто не соответствует требованиям. Мусор находится рядом с местами обитания белых медведей. Безопасность человека и белого медведя можно обеспечить только при взаимодействии всех заинтересованных сторон. Мы готовы оказывать экспертную поддержку всем, кто готов участвовать в построении грамотной противомедвежной обороны. Специалисты Всемирного фонда дикой природы России уже более 10 лет работают в арктических регионах и успешно реализуют проект «Медвежий патруль» на Чукотке и в Ненинском округе, прокомментировал координатор проектов по сохранению биоразнообразия в Арктике Михаил Стишов. По результатам работы на новой земле экспертная группа представила ряд предложений и рекомендаций в муниципальное образование по дальнейшему смягчению возможных конфликтных ситуаций между белым медведем и человеком, а также заключение для Росприроднадзора. В окружной столице проходит состязание регионального этапа Всероссийской олимпиады профмастерства среди студентов СПО. За звание лучшего по профессии соревнуются учащиеся Социально-гуманитарного колледжа и Ненинского аграрно-экономического техникума. Олимпиада проводится по пяти направлениям обучения. Одно из них – ветеринария. Один за всех и все за одного, но только не сегодня. Студенты второго курса отделения ветеринарии друг для друга скорее соперники скрупулезно выполняют задания регионального этапа Всероссийской олимпиады профмастерства. Преподаватель по ветеринарным дисциплинам Анастасия Липунова отмечает, задания олимпиады требуют серьезных знаний и навыков. Она сложнее, чем вордскиллс. Мы будем сказать, почему? Потому что у олимпиады есть и теория, и практика. На теории они знают, выполняют всю теоретическую часть. То есть они выполняют тесты. Тесты, причем, это разного формата. Это и информатика, охрана труда, стандартизация, анатомия, зоогигиена. То есть все эти вопросы созданы в одной. Это 40 вопросов. Это достаточно много. Затем они должны выполнить задачу. Задачу уже, которая организация ветеринарного дела. То есть мы должны их уже научить. Это тоже сложно. Вордскиллсе этого нет. Затем, когда они это все выполнили, они уже должны провести практическую часть. Практическая часть немножко по-другому выглядит. То есть они должны провести какую-то манипуляцию. На кону звание лучшего по профессии и поездка в Тамбовскую область для участия во всероссийском этапе Олимпиады профессионального мастерства. На всероссийском фоне у нас то же самое. Те же самые 40 вопросов. Те же самые манипуляции с актами, со служебными записками. Но помимо этого там еще и работы больше. То есть если здесь мы в таких условиях сжатых у нас нет возможности предоставить каждому участнику по-животному. Это не одно животное на всех, а каждому по-участнику. То там в России мы можем предоставить каждому участнику животное, на которое можно провести манипуляцию. А манипуляция какая? Это кастрация, то есть это навсегда. Это электронное мечение, это выщипа животных ушей, это тоже навсегда. То есть такое производство, что-то сделано, должен не ошибиться. В пятницу подобные испытания в рамках регионального этапа Олимпиады профмастерства пройдут для студентов техникума, обучающихся по специальности пожарная безопасность. Именно тех, кто будет представлять наш регион на заключительном этапе Олимпиады, станут известны в ближайшее время. Ирина Никешина, Антон Водряков, телеканал «Север». Искусственный интеллект и машинное обучение. Всероссийская акция «Урок цифры» стартовала в окружной столице. Сегодня в интересный и увлекательный мир, находящийся по ту сторону компьютерного экрана, отправились кадеты четвертой школы. Они не только узнали интересные факты из мира цифровых данных, но и создали свой искусственный интеллект. Какой узнала Любовь Пермякова? Кадет четвертой школы Савелий Доставалов первый справился с заданием и на компьютере создал робота, который в зоопарке будет самостоятельно кормить пищей разных животных. То есть он сможет отличить, например, кролика от тигра и составить для них соответствующее меню. Это задание стало финальной точкой путешествия в мир цифровых. в которой кадеты отправились под руководством заместителя председателя цифрового развития и связи аппарата администрации НАУ Михаила Маркова. Искусственный интеллект и машинное обучение это интересные вещи на самом деле, которые окружают нас уже давно. И для них, кстати, было таким удивлением, что те уже даже привычные им вещи, вроде распознавания лиц, чат-ботов, антиспамов, это уже искусственный интеллект и он, в принципе, уже давно с нами. Мы говорили о жизни, о роботах-пылесосах, о беспилотных автомобилях, о как теперь выдаются кредиты в Сбербанке. Стоит отметить, что всероссийская образовательная акция проводится в регионе во второй раз. Планируется, что урок цифры посетят более 1600 учащихся с 1 по 11 классы. Цель таких занятий – развитие ключевых компетенций цифровой экономики, а также профориентация у детей. Школьники, участвуя в акции, делают важный шаг в сторону одной из наиболее перспективных и высокооплачиваемых профессий программиста. Ведь ближайшие 10 лет запрос на специалистов, которые способны создавать искусственное мышление, будет крайне высоким. Как показал урок цифры, в четвертой школе здесь есть большой потенциал для будущих веб-мастеров, которые понимают не только язык машин, но и способны оценить большую ответственность за их создание. Искусственный интеллект со временем постоянно прогрессирует и если его не останавливать, а давать ему прогрессировать постоянно, то он может замениться скорой человека и это плохо. Мне очень понравилось, как мужчина рассказывал про искусственный интеллект, как развивался он, как в Америке там дела с ним обстоят. Он рассказывал интересно еще про Лису и Сири и что угрожает неровности искусственным интеллектом. А что угрожает? Ну что может быть в восстании, что искусственный интеллект решит, что он лучший человек и захочет схватить мир. Уже завтра в мир программирования и цифровых технологий отправится одновременно 10 окружных школ. На этот раз встреча пройдет в формате видеосвязи. Любовь Пермякова, Олениц Шишелов, телеканал «Север». В Наринмар по зимнику планирует добраться мотоциклист из Кирова. Протяженность маршрута в обе стороны составит порядка 3000 километров. Преодолеть этот маршрут путешественник-энтузиаст Илья Сабанцев собирается за 8-10 дней на своем мотоцикле с коляской. Как признается Илья Сабанцев, дорога до окружной столицы станет для него крайне тяжелой, поэтому задача минимум для него пересечь полярный круг. По его словам, до Наринмара на мотоцикле по зимнику еще никто не добирался. По возможности доехать до Наринмара. Но до Наринмара очень сложный зимник, который закрывают очень часто, могут закрывать на день, на два, потому что его переметают. Это уже зона тундры. Вот, мы же будем двигаться изначально по лесотундре. Там у нас есть неплохие шансы доехать до города Усинск. И от Усинска нам надо еще проехать 150 километров, чтобы достигнуть своей конечной цели. Преодолевать маршрут мужчина планирует на мотоцикле БМВ 1997 года выпуска. В специальных поездки на транспортное средство установлены обогрев ручек, ветрозащита, шипованная резина с увеличенным грунтозацепом, дополнительная фара и более мощный аккумулятор. Всего на подготовку аппарата у энтузиаста ушел месяц. Бюджет поездки составляет порядка 60 тысяч рублей. По пути Илья Сабанцев планирует останавливаться в Сыктывкаре, Ухте и Усинске. А также, если повезет с погодой, то и в Наринмаре. В день мотоциклист планирует преодолевать по 400 километров и вернуться в Киров к 8-10 марта. В путешествии Сабанцеву поможет машина сопровождения с экипажем опытных путешественников. В Ненецком округе стартовал конкурс по изготовлению креативных саней. Принять участие в веселых санях 2019 могут все желающие. Как сообщили во Дворце культуры Арктика, который является организатором мероприятия, участникам необходимо смастерить и представить свои сани и его ходовые качества, скатившись с горки. Презентация креативных повозок и награждение победителей состоится 9 марта в рамках культурной программы гонок на снегоходах Бурандей. Все участники должны иметь медицинскую справку и нести персональную ответственность за соблюдение правил и техники безопасности. Сейчас идет прием заявок от желающих принять участие в конкурсе. Для этого необходимо заполнить анкету и направить ее организаторам. Конкурс «Веселые сани» пройдет в регионе уже в шестой раз. Изначально он проводился у нас в Масленицу всегда. Мы катались всегда с гор, которые стояли на площади Марацей. А уже получается второй год мы будем его проводить в рамках праздника Бурандей. И мне кажется, что это правильнее, потому что это уже не искусственные горки, а горки, так сказать, естественные на курье. И проходят они гораздо более зрелищно. И большее количество народу может их посмотреть и увидеть, ведь площадь позволяет на самом деле. При определении победителей жюри будет учитывать своеобразие технического мастерства, креативность, оригинальность дизайна, визуальное и эстетическое воздействие на зрителя, оригинальность названия и соответствие его санному устройству, а также соответствие костюмов участников дизайну саней. Победители ждут денежные призы. За первое место 20 тысяч рублей, за второе 15 тысяч рублей и за третье 10 тысяч рублей. Всем участникам вручат памятные сувениры и дипломы. Такова информационная картина к этому часу. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте адрес trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok